Здравствуйте! Это информационная программа «Сегодня». Я Георгий Плеев. И вот главный к этому часу. Россия снова доверила свою судьбу Владимиру Путину. Расскажем об итогах голосования в нашей республике. От национально-культурного развития до повышения заработной платы сотрудников МВД. На заседании правительства обсуждали ряд важных вопросов. Издана Красная книга Южной Осетии. Долгий, кропотливый труд ученых увенчался успехом. Сегодня состоялась презентация. Выборы президента Российской Федерации состоялись. Владимир Путин продолжит свой нелегкий труд. О том, как проголосовали граждане России в нашей республике, на ходе выборов материал Дзерасы Кузаевой. Ровно в 20 часов по московскому времени в республике Южная Осетия закрылись избирательные участки и члены комиссии приступили к подсчету голосов. Избиратели могли голосовать на 13 участках, расположенных в столице, районах и городе Квайса. На всех избирательных участках наблюдалась высокая явка граждан, и председатели комиссии отмечали активность избирателей. На одном из участков в российском депредставительстве проголосовал президент страны Анатолий Бибилов вместе со своей супругой. В российском посольстве проголосовали председатель правительства Эрик Пухаев и глава парламента Петр Гассиев. Сотрудники посольства также отметили высокую явку. Они рассказали, что избирателей было намного больше, чем предполагалось. Никаких заминок у нас не возникло. Сразу же поступили граждане, пришли к нам. Очень много явку, отмечаем очень высокую, даже больше, чем рассчитывали. Как вы можете наблюдать, помещение полностью заполнено. У нас все очень хорошо организовано. По данным ЦИК России, свыше 76% голосов избирателей набрал Владимир Путином побеждать практически во всех регионах России. За Путина проголосовало большинство населения Южной Осетии. Это люди, которые имеют и гражданство Российской Федерации. Свои поздравления от имени народа Южной Осетии, от себя лично с победой на выборах Владимиру Путину направил президент нашей страны Анатолий Бибилов. Положительную оценку выбором и организацией избирательного процесса в целом дали представители парламента Южной Осетии. Они участвовали на выборах в самой России в качестве международных наблюдателей. Также на всех избирательных участках по нашей республике были приняты все необходимые меры безопасности. На каждом участке дежурили сотрудники правоохранительных органов. Тех избирателей, кто самостоятельно не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, члены комиссии обходили по домам. В выборах президента России приняли участие также и граждане, находящиеся на стационарном лечении в больницах. Выборы в Южной Осетии были хорошо организованы. Целый день на участках дежурили врачи скорой помощи. По сообщению МВД республики никаких нарушений не зафиксировано. Люди шли на избирательные участки как на праздник. Все были в хорошем настроении. Везде царила праздничная атмосфера. Также погода в этот день была солнечная и теплая. Глава Южной Осетии Анатолий Бебелов обратился к российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его победы на выборах. Искренне рада от имени народа Республики Южная Осетия, связанного с Россией единством исторических судеб, а также от себя лично адресовать вам поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Российской Федерации. Яркая и убедительная победа на выборах явилась еще одним признанием вашего авторитета, главы государства и национального лидера, пользующегося высоким доверием народа России. Сделанный избирателями выбор – выражение твердой поддержки вашего курса по возрождению мощи российского государства, по социально-экономическому развитию страны, росту благосостояния населения и консолидации общества. Желаю вам крепкого здоровья, новых ярких достижений, выполнения высокой миссии, возложенной на вас народом, а всем россиянам – мира, благополучия и процветания. Сегодня состоялось заседание правительства Южной Осетии. В повестке самые разные вопросы, значение которых не терпит отлагательств в их решении. О том, что это за вопросы и каким итогом пришел кабинет министров в ходе обсуждения, расскажет наш корреспондент Роза Тедеева. Председатель правительства Эрик Пухаев в первую очередь поздравил членов правительства с состоявшимися выборами президента Российской Федерации. В Южной Осетии была высокая явка, и это показатель высокой гражданской ответственности населения республики. Вчера выпады прошли на хорошем уровне, и человек, за которого мы болели, получил наибольшее количество голосов. Вы все знаете, больше 76% от всех голосов общих. Поэтому поздравления всем. Но это не значит, что мы свои вопросы должны меру ответственности уменьшить. Наоборот, это накладывает на нас еще больше ответственности, чтобы и этого человека не подводить, и нашего президента не подводить, да и себя тоже. Решением Кабинета Министра внесены поправки в утвержденный перечень ставок таможенных пошлин на товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Южная Осетия. Ввозная пошлина остается в размере 1,5%. Ввозная пошлина также 2%. Согласно поправке, товары, произведенные на территории Южной Осетии, больше не будут облагаться вывозной пошлиной. Это означает, что мы не должны сами увеличивать стоимость товаров, произведенных на территории Южной Осетии, чтобы они были более конкурентоспособны за рубежом. Вопрос связан с тем, что ПТГ-группы не в свое время, в 2013 году не прописали договоры, а вот этот вопрос. Вот сейчас они просят, чтобы они были освобождены от вывозной пошлины. Речь идет о товарах, которые здесь производят. У нас перебивали в Сады и Рестона будут производить товары, в Ростоне, в Менагеуши, БТК, другие, вот Дон Чиек, Боже. То есть мы даем фактически шанс или право работать нашим производителям. А Чиекусы, которые создают рабочие места, но, естественно, индекс фиденчофф-тенэ, и возной пошли. На заседании утвержден состав терминологической комиссии по осетинскому языку при правительстве Южной Осетии. Согласно реализации договоренностей между президентом Южной Осетии и главой Республики Северной Осетии Аланья. Еще одна комиссия создается по вопросам сотрудничества с Республикой Северной Осетия в сфере национально-культурного развития осетинского народа. Члены правительства утвердили состав комиссии. Мы один народ, и у нас должны быть одни и те же традиции во всех. Аж экспертная комиссия, кроме всего прочего, будет издавать учебники по развитию национальных традиций. Игорь Нанев вынес на рассмотрение правительства вопрос о дополнительных денежных выплатах сотрудникам Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия. В связи с реализацией соглашения с Российской Федерацией о поэтапном повышении денежного довольства и улучшении материально-технического обеспечения сотрудников внутренних дел министр предложил распределить выделенные на эти цели 56 миллионов рублей. Это первый этап повышения заработной платы сотрудникам Министерства внутренних дел. После повышения в среднем заработная плата составит более 24 тысяч рублей. В случае утверждения указанного проекта постановления Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия внутренних дел, который позволит установить с 1 января 2017 года помещение единовременного денежного обращения сотрудникам органов Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия с 50% до 145%. Происк увеличений на 95%, что положительно повлияет на социальное положение личного состава Министерства внутренних дел. Мы эти деньги не из бюджета берем, это им выделили по своей линии, по линии ВДН. Поэтому речь идет о том, как эти деньги распределить, чтобы люди получили уже в принципе с 1 января 2018 года, но затягивать с этим тоже нельзя. Возможно, Россия, добавка с сетчат. Заседанием правительства утверждены и авансовые платежи государственному унитарному предприятию «Югосетнефтепродукт». Роза ТД, Вазау Рустаев, информационный выпуск сегодня. Многолетний и кропотливый труд наших ученых и следователей, их коллег из России, воплотился в важнейшем издании, содержащем список редких видов флора и фауны нашей страны. Сегодня состоялась презентация «Красные книги Южной Осетии». Отныне исчезающие виды находятся под надежной охраной печатного издания, обрамленного в красный цвет, сигнал опасности. Подробнее в нашем следующем репортаже. В «Южной Осетии» презентована «Красная книга». На презентации присутствовали президент Анатолий Бибилов, председатель парламента Петр Гассиев, участники редакционной коллегии, исследователи которой работали над изданием долгие 7 лет. Сам автор книги – ученый, кандидат биологических наук Заур Кабулов. Присутствующие были едины во мнении. Флора и фауна Южной Осетии уникальны. Здесь непочатый край для исследований. Важность «Красной книги» отметил и президент Анатолий Бибилов. «Для Южной Осетии, для нашей республики, это серьезный труд, серьезная работа, серьезная книга. И не могу еще раз не похвалить наших дорогих заура сына, Алана Зауровича, за тот великий труд, за тот большой труд, который вы проделали. Титаническая работа на самом деле. И мы только можем гордиться. Гордиться вами, гордиться вашей работой, и гордиться, что у нас есть такие представители, которые не на словах, а на деле, а любят свою природу, природу Южной Осетии. И все его прелести, начиная от растений, заканчивая зверями, они все изучили и выдали вот эту прекрасную работу». Заур Кабулов, за многолетнюю исследовательскую деятельность и в связи с празднованием 80-летия со дня своего рождения был награжден орденом почета. «Действительно заслужена награда, заслуженного человека. И 80 лет – это еще ужасно, когда еще можно поработать очень активно». «Я служил, служил и не служил. Спасибо». «Спасибо». От имени парламента республики Зауру Кабулову была вручена почетная грамота. «Красная книга Южной Осетии – официальный документ, отражающий состояние редких, находящихся под угрозой исчезновения видов дикой флоры и фауны. Такая книга издается у нас впервые». «Книгу вложен в большой труд, большой коллектива составителей. Книга издана по программе и методике Международного союза охраны природы, у которых большие требования. По оценке специалистов, книга является одним из лучших среди изданных красных книг на Северном Кавказе». На территории Южной Осетии произрастают и обитают сотни видов растений и животных, и потребуется много времени и сил, чтобы изучить их до конца. Но все же проделана огромная работа. «Тяжело переоценить вообще для назначения этой красной книги, тяжело переоценить для нашей республики. То есть, что я хочу сказать. С изданием этой книги она уже официально перекликается с уголовным кодексом. Кто это не знает и кто не понимает, я хочу проинформировать. То бишь, уничтожение или убийство растений или животных, внесенных в красную книгу, несет за собой прямую уголовную ответственность. Особенно те, которые входят в категорию первой группы исчезающих видов». Красная книга содержит видовые очерки, иллюстрированные фотографии, карты, законодательные и нормативные акты по созданию и ведению Красной книги Республики Южная Осетия. «Полняю тут сложную миссию, поскольку представляю весь коллектив Сочинского национального парка, старейшего и одного из крупнейших национальных парков России. Надо сказать, что площадь Сочинского национального парка больше 2000 квадратных километров. И работает у нас, считайте, около 1000 сотрудников. То есть по площади Сочинский национальный парк превышает 50% территории Южной Осетии». Идея создания книги пришла к Зауру Кабулову в 2010 году. Тогда была организована совместная бригада изученных биологов Южной Осетии и Российской Федерации. Все они работали на голом энтузиазме. Книга предназначена для специалистов в области охраны растительного и животного мира, работников администрации и правоохранительных органов, ботаников, зоологов, экологов, преподавателей, школьников и студентов вузов. Книга носит энциклопедический характер. Эльвира Тибилова, Регина Черткоева, Айда Кочева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск «Сегодня». Жизнь нашего государства в идеале во многом зиждется на селе. И дабы жизнедеятельность села не сводилась к нулю, государству необходимо улучшать качество жизни сельчан. Одним из этапов этого процесса является работа над дорогами и освещением улиц в селах. Об этом подробнее расскажет Алена Уттаева. С наступлением весны сотрудники Губжика Хазнаурского района приступили к плановым строительным работам. Рабочие трудятся над благоустройством дороги, ведущей в село Ходобули. Сотрудники Губжика Хазнаурского района в прошлом году провели частичный ремонт дороги. Но из-за отсутствия ливнестоков вода после обильных осадков выходило на дорожное полотно, медленно разрушая утрамбованное покрытие. В результате образовались новые ямы. Теперь рабочие устанавливают водостоки, укладывают трубы, чтобы отвезти воду от дороги. Инженер дорожного строительства Махар Джагаев отметил, что водосточные трубы будут устанавливать в нескольких местах. Мы не приступили к капитальному ремонту дороги, а только проводим текущие работы. Делать отсыпку пока невозможно, так как карьеру невозможно заехать из-за высокого уровня воды. Однако, как только появится возможность, начнем делать и отсыпку. Сейчас же мы восстанавливаем профиль водосточных канав. В трех-четырех местах установим новые трубы. Текущий ремонт будет проведен и в селах Вахтана, Губоста, Каузас и Такау и в других селах района. Параллельно сотрудники Губжигаха с Наурского района выполняют работы по установке плафонов. Новые плафоны установлены уже в нескольких селах района. Уличное освещение обеспечит комфортное и безопасное пребывание жителей на улицах родного села. Мы устанавливаем плафоны, чтобы люди без опасения в ночное время могли выходить на улицу. Удалось установить плафоны в селах Верхний Диглат, Фарна, Каутихуа, Алибар. В некоторых местах мы просто заменили старые на новые. Во всех селах будет проведена такая работа. Ранние старые плафоны на новые, современные, были заменены и на четырех центральных улицах поселка. Алена Уттайва, Александр Кукоев, информационный выпуск сегодня. Уроки труда для учащихся 11-й школы города отныне только в радость. И теперь у школы есть все необходимое, чтобы привить своим воспитанникам любовь к ручному труду. Школьникам теперь остается побороть столь присущую лень, и в скором времени из их рук можно ожидать все, что угодно. От предметов быта до, может быть, произведений искусства. Патима Чаучева подробнее. Ученики 11-й школы теперь сами могут делать предметы домашней утвари или любые другие предметы из дерева своими руками. Напомним, несколько недель назад Министерство образования нашей республики по программе духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения обеспечило это учебное заведение кабинетом труда востолярному мастерству. Хочу выразить огромную благодарность Министерству образования за такой подарок. Нас обеспечили всем, начиная от столярного станка вплоть до наждачной бумаги. Дети теперь с радостью посещают уроки труда. Ученик 6-го класса Дмитрий Диуэв легко управляет любой из этих машин. За несколько недель юноша успел изучить механизм работы новых станков. Кроме Дмитрия, в заводских агрегатах разобрались и его одноклассники. Теперь ребята легко смогут сделать своими руками скворечники, табуретки, скалки и многое другое. Для этого им в помощь токарный станок, верстаки, стамески, пилы, рулетки, все, что необходимо на уроке труда по столярному мастерству и выжиганию по дереву. Ребятам в помощь также идут наглядные учебные пособия. Очень важно вовремя ознакомить ребят с правилами безопасности работы с электрическими приборами. Благодаря практике ребята легче запоминают и трудные названия станков и инструментов. Уроки технологии изучают, мальчишки и девчонки плюс 8. В городе Квайся тоже переменная облачность. Днем 16 градусов тепла, ночью плюс 7. В Ленигорском районе Южной Осетии переменная облачность. Днем плюс 17, ночью плюс 8. В Схинвале тоже переменная облачность. Днем плюс 18, ночью плюс 9. Это были все новости к этому часу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова